Здравствуйте, товарищи зрители! Сегодня видео причины грибка ногтей. Как излечить ногти, ноги раз и навсегда? Реально. Говоря о причинах, которые надо знать каждому человеку, и о первопричинах, важно понять, а для этого задать себе вопрос, почему примерно у 60% диабетиков, у тех людей, у кого высокий, повышенный, то есть кортизол, гормон стресса, у тех, у кого удалена селезенка, а это часть нашей иммунной системы организма, у кого ВИЧ или у кого кандидоз и другие грибковые поражения организма, и есть грибок ногтей. Наружные средства не работают в долгосрочную, так как они не проникают в ноготь и в ткани, его формирующие, и не могут помочь еще и потому, что не устранены причины и первопричины появления грибка ногтей, как и грибка стоп. Часто грибковые поражения начинаются после приема антибиотиков, после стрессов, когда иммунная система ослабевает. Грибки, которые всегда есть на нас и в нас, но подавляются иммунной системой, берут вверх над организмом. Но главная причина их роста, в том числе поражения ногтей, это сахар. Потому у кого диабет, преддиабет или инсулинорезистентность, тот в зоне особого риска, а это 90% людей. Сахарный диабет – это всегда высокий сахар в крови, а грибки растут на сахаре, это их питание. Им он жизненно нужен. При ослабевании защитных сил организма, а это бывает и по причине дефицита питательных веществ в том числе, так вот при иммунодефиците, да еще с повышенным сахаром, грибки начинают активно размножаться и поражают разные ткани организма у кого что. Особенно те места, где замедленно циркуляция крови, это как раз конечности, и обменные процессы. Та же проблема и по первопричинам кандидоза, системного в том числе, то есть сахар и снижение иммунитета. Вот почему разумно всегда проходить программу лечения грибка ногтей, стоп совместно с антикандидозным лечением и коррекцией питания и образа жизни. Вот тогда будет победа над грибками. Практически что делать? Хорошо. Сейчас поясню, но надо к вопросу лечения подойти серьезно и комплексно. Почему-то люди думают, что раз снаружи у них проблемы, то и лечить надо только снаружи. Запомните, внешние проблемы есть проявления внутренних. Снаружи лечить важно и нужно. И я это поясню. Ближе к концу видео я познакомлю вас с идеальным комплексом, который борется с любыми грибками в организме, в том числе с системным кандидозом. А сперва лечение изнутри. Итак, необходим цинк как важнейший минерал, укрепляющий иммунную систему, в том числе, хотя не только. У меня было видео о нем, ссылку оставлю. Самый лучший вариант его усвоения это фульвовая кислота с цинком. Там есть четыре преимущества. Видео о фульвовой кислоте, не путайте с фолиевой витамином В9, я оставлю тоже под видео. А еще лучше цинк липосомальный. Витамин D3 просто необходим для укрепления иммунитета, а не только для доставки кальция в кость, как это некоторые полагают. И на D3 ссылки оставлю. Обязательно мощнейший антиоксидант среди всех минералов это селен. Всем людям, у кого ослаблен иммунитет, он просто жизненно необходим, кстати, в том числе раковым больным. Самый лучший его активный вариант это латал с селеном. Это мощнейший комплекс антиоксидантов. Ну и, конечно, витамин С, как самый мощный антиоксидант из витаминов. Что еще из антиоксидантов другого рода можно принимать? Это дегидрокварцетин, Т8-экстра, это препараты-экстракты из пихтовой хвои. Ну и синтезит-актив. Можно ли, вы спросите, совмещать все это? Можно, но не в одно время, а надо по времени в течение дня. Это разнести. Вообще, для понимания этого, есть мое видео, которое так и называется как совмещать БАДы, лекарства и продукты между собой. Перед пояснениями, что делать снаружи, еще скажу о лечебном голодании. Во-первых, интервальное голодание – это тип питания, при котором вы едите в течение, скажем, 6 часов, а 18 следующих не принимаете пищу. Или второй вариант – 4,20. Такой режим питания, конечно, без дефицита питательных веществ, если он принесет только плюсы. И запускает процесс аутофагии, то есть самоочищения на клеточном уровне. И запускает синтез гормона роста, даже в зрелом возрасте. И снижает сахар в крови. Много плюсов. Ну и, конечно, уже тогда со знанием дела подход к лечебному длительному голоданию. Об этом у меня тоже было видео. И чтобы не совершить фатальных ошибок, обязательно его потом посмотрите. Конечно, кто планирует проходить длительные лечебные голодания. Ну а теперь, что делать снаружи? Естественно, скажу еще раз, это надо совмещать. То есть это и есть система – подход изнутри и снаружи. Так вот, снаружи берете английскую соль. Она же магнезия. Для ликбеза поясню, это будет не лишним. Магнезия или по-другому английская соль, или горькая соль, магниевая соль. Все это одно и то же название сульфата магния – неорганического вещества, найденного в воде источника близ английского города Эпсом в 1695 году. Оттуда еще одно его распространенное название – эпсомская соль. Внешне она похожа на поваренную, но в кулинарии ее не используют. А вот для очищения организма, как слабительного, в период прохождения очистительных процедур, имеется в виду магнезия и кружка эсмарха, потом для ванн и для прочих наружных использований. Да, ее применяют, она великолепна. Берете две столовые ложки магнезии, растворяете в трех стаканах горячей воды, полностью растворяете. И делать на пары ног в ванночке по 15 минут, один-два раза в день. Ну а затем, как кожа перестанет быть мокрой, но еще остается влажной, взять обычный медицинский аптечный йод и капать, растирая на пораженном участке ногтя. Таким образом, чтобы нанести йод не только на пораженные участки кожи, но и на часть здоровой ткани вокруг. Хорошенько нанести можно дважды подряд, то есть нанесли, подсохло через 5 минут, еще раз нанесли. С йодом процедуру можно делать один раз в день, скажем, вечером. Но если вы будете делать дважды в день, будет только лучше. Второй вариант после запаривания вместо йода применять перекись водорода, обработку, когда кожа подсыхает, наносить прополис на спирту. Прополис это пчелиный клей, примерно 50-60% концентрацию. И это я очень подробно пояснял в своем видео про грибок ногтей. Такое видео более двух лет назад у меня уже выходило. Вы его потом посмотрите непременно. И я советую и это видео, и то законспектировать. И вот что еще важно. Обязательно вот до полного уничтожения внешних проявлений грибка ногтей пользуйтесь этой методикой. Ну а потом желательно еще хотя бы 2-3 недели закрепить эффект. То есть продолжить нанесение внешне, но уже маслом лаванды. Оно периодически у нас бывает. Или маслом чайного дерева. И у него, и у него очень мощное противогрибковое действие. Что еще надо учесть? Когда ногам, стопам, пальцам влажно и тепло, это очень плохо для вас, но хорошо для грибка. Ноги не должны потеть от обуви. Летом носите сандалии или иную проветриваемую обувь. И не очень жаркую зимой. Опять-таки, чтобы ноги были в тепле, но не потели. Правила гигиены, их очень важно соблюдать. Менять часто носки. Стирать их с хлоркой, чтобы убить грибок. Или озонировать в тазике с водой. Ну с помощью специальных приборов, вот таких. Кстати, ссылку на этот прибор многофункциональный. Очень нужный для жизни, для быта я вам оставлю под этим видео. Уберите стрессы, насколько это возможно. Уберите сахар, сладкое из рациона питания. Укрепляйте иммунитет антиоксидантами и тем, чтобы питаться таким образом, чтобы не было дефицита важнейших питательных веществ. В наши дни без биологически активных добавок, концентратов. И этого добиться невозможно, потому что пища сейчас в наши дни бедна питательными веществами. Но об этом у меня было много видео, кстати, о видео. Посмотрите обязательно те из них, которые я укажу. Дам ссылки прямо под этим видео, которое вы сейчас смотрите. А также дам я вам ссылку на очень важный набор, комплекс для наружного и внутреннего системного лечения от грибка, ногтей и стоп. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео. Отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким. Поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.